Цветы в подъезде собственного дома. Об этом мечтает почти каждый житель многоэтажки. О том, что красота спасает мир, не на словах, а на деле, решили доказать в 20-м округе Металлургического района. Депутат Владимир Алексеев четвертый год подряд реализует программу благоустройства. Быстренько побелили, замазали, все покрасили. Чистота и порядок у нас. Депутат Владимир Альбертович нам сделал ремонт. Эти стены не видели свежей краски со времен перестройки, а из лестничных маршей проглядывает арматура. Так выглядит значительная часть жилого фонда Металлургического района. Ремонты, конечно, делают, но всех проблем сразу городу не решить. На подмогу и приходят депутаты городской думы. При анализе обращений в депутатскую приемную больше чем 80% обращений связано с ЖКХ. Часть вопросов, безусловно, есть надуманных. То есть, например, по силам жителям помыть свою лестничную площадку. Есть обращения и такие. Есть действительно, где произошел пожар в подъезде. Подъезд в очень плохом состоянии находится, где невозможно. В этом случае оказывается помощь, предоставляются средства из городского бюджета, на которые производится ремонт подъездов. В этом подъезде в зеленый интерьер удачно вписался цветник. После обращения к депутату Алексееву, маляры справились с ремонтом в считанные дни. Теперь жители тщательно оберегают эту красоту. Хозяин цветника вообще растел, как цветы. Доносили их домой, чтобы их не обрызгали, не испачкали. А потом, значит, побрызгали, снова полили и вынесли. Зима пока не накрыла город белоснежным покрывалом. Зато до сих пор в металлургическом районе радуют глаз разноцветные штакетники. Это постарались ребята из трудового отряда депутата Алексеева. За лето они установили почти два километра радужных заборчиков. Ну, дети, в общем-то, выбирают краску сами, естественно. Кому-то нравится розовый цвет, кому-то нравится голубой, желтый. Они работают с удовольствием. И настолько, в общем-то, они с таким желанием... У нас уже костяк сложился в отряде. Представляете, дети из года в год приходят и записываются в отряд для работы. Вообще-то, ремонт подъезда, установка штакетника – это не прямая обязанность депутата. Мы это понимаем, но все равно идем на прием к Владимиру Альбертовичу, потому что надеемся от него получить помощь. Новый жилищный кодекс возложил все тяготы ремонтов и благоустройства на плечи владельцев квартир. Еще сложнее обстоит дело с ветхим жилым фондом. Депутат Алексеев о всех горячих точках своего округа знает. Одна из них – поселок Каштаг. Проще дом снести и переселить жителей, чем его отремонтировать. Есть такая программа, в ней участвует город. Есть такие списки. Наша организация обязательно будет участвовать, потому что мне эта проблема понятна. В стройке, которую мы сегодня завершаем, мы будем предлагать два дома под расселение жителей из ветхого жилищного фонда. В городской думе Владимир Алексеев входит в состав сразу двух комиссий – по градостроительству и экономике. Депутат уверен, даже самые отдаленные уголки нашего города могут стать благоустроенными и привлекательными для жизни.